здравствуйте друзья с высохшей охваченной пожарами калифорния но это на юге пожары у нас тут пока нет слава богу значит мы ведем наш репортаж и мы зачитываем вопрос добрый день что значит надпись severe drought limit outdoor water на электронном табло на трассе суровая засуха ограниченный полив на улице это имеет отношение к дороге и к водителям или это просто предупреждение людей чтобы везде экономно расходовали воду так давай прочтем еще раз что там и какой знак сервер драут жестокая засуха так и метал то вот значит ограничить ограничь полив газонов грубо говоря машину но используем воды ограничен но outdoor то есть не внутри дома для внешних каких-то обычно это полив ну хорошо значит я честно говоря не знаю какой критерий для того чтобы сказать что сейчас засухой или сильная за вот мы сейчас едем по дороге я уверен что где-нибудь обязательно будет какой-то такой бегущий там какой знак там надпись будет бежать на нем сейчас довольно жарко я могу сказать сегодня было очень жарко и последних несколько недель довольно жарко хотя надо сказать что вот этот год был очень хорошим с точки зрения дождей и довольно сильно пополнились водохранилище калифорнийским что думали там хуже будет но сейчас какое-то обострение явная да и если пишут значит есть организации там государственный хайвей если вы видите этот знак на хайвее хайвей это государственное такое место не не частное не общественных организаций а все-таки такое государство даже если какое-то сообщение идет от гос общественных организаций все равно его должны одобрить и разрешить в государстве чтобы на хайвее написать вот они призывают граждан чтобы те экономили воду хотя известно что в калифорнии граждане очень экономно расходуют воду то есть скажем призыв еще больше там экономить он почти бессмысленен потому что по минимуму люди пользуются то есть если там уже некуда особо экономить кроме того известно что в калифорнии в основном потребителем воды является сельское хозяйство и все проблемы с этим делом конечно вот с той стороны идут есть какая-то неправильность в том как бизнесы получают воду и там много дискуссий уже последние годы идут эти дискуссии там говорили например так вот мне нравилась эта идея не говорили что надо тем кто занимается сельским хозяйством выделять какую-то квоту какой-то лимит воды а дальше они могут воспользоваться этой водой ну там по какой-то цене а могут продать свою квоту допустим кому больше воды надо может прикупить там у другого бизнеса и так далее таким образом на воду как бы установится рыночная цена то есть бизнесы друг с другом будут торговать своей водой по рыночной цене одна из проблем состоит в том что при том что воды как бы не особо много умудряются в калифорнии растить например рис где нужно много воды почему надо рис у нас тут растить я не знаю но растили бы во флориде где-то или просто привезли бы из азии там замечательный рис почему надо свой рис растить вот поэтому такая проблема она давняя она иногда обостряется больше обостряется меньше но если мы говорим о знаке который вот собственно вопрос сам было знаки то это просто призыв к сознанию граждан чтобы вот грубо говоря так граждане имейте совесть не разбазариваете воду вода национальное достояние ну так не говорят не разбазариваете воду без особой нужды да то есть они не говорят не поливайте газон они так не они так не говорят а потому что люди возвращаются с моря да люди с океана едут домой вот машины которые нам навстречу сейчас где-то в пол десятого вечера до народ возвращается потому что сегодня субботы они поехали от жары поехали к океану и вот сейчас как раз такое время так что друзья будете возвращаться от океана возвращайтесь либо пораньше либо попозже часов в 11 изумительно ехать я могу сказать из нашего опыта до свет но сейчас к 11 наверное рассосется да все счастливо